Всем привет! Сегодня мы протестируем, точнее посмотрим, на что мы посмотрим? Мы посмотрим, влияет ли производительность программы от того, как у нас устроены данные. В данном случае у нас примеры простые. В первом случае структура не оптимизирована, то есть данные раскинуты, то есть расположены как угодно. Если кто не знает, то есть такое понятие, как выравнивание данных. У меня по лекциям по языку СИ есть видос, один точно, в котором я рассказываю, что такое выравнивание. Поэтому, если вы не знаете, перейдите туда и посмотрите. Но вкратце, 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 а чтобы вкратце не говорить, давайте я запущу вот эту программку вот здесь. Вот здесь и на что мы посмотрим? На что мы посмотрим? Смотрите, размер структуры не оптимизированный вот этой вот. 32 байта. Дальше. Вот этой вот. 24 байта. И вот этой вот. 20 байт. То есть смотрите, разница между 20 и 30... 32 и 20... 12, да? А если это тысячу элементов, то уже на сколько? На 12 тысяч байт разница. А если 100 тысяч элементов, то это на 120 тысяч байт, точнее элементов разница. А, ну байт. На 120 тысяч байт. Это, грубо говоря, 100 килобайт разница. Да? На 100 тысячах элементов. Вот. Но в данном случае мы говорим, что выравнивать вообще ничего не надо. И так как есть в этом случае, почему разница между NotOptimized и Optimized, да? Было 32 и 24. Разница в 12 байт. Только потому, что здесь я упорядочил переменные. То есть здесь было выравнивание по 8 байтам. И в данном случае здесь что у нас? 1 байт. Он выравнялся. То есть, грубо говоря, 1 байт и 7 байт лишних. Потом 8 байт. Потом это все легло тоже в 8 байт. И в результате получилось 32 байта. Здесь же почему не 32 байта, а сколько? 24 было. А здесь, вот смотрите, 1 байт плюс 1 байт. Это 2 байта плюс, 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 плюс. Ага, вот 8, 8. И это вот эти 3 переменные легли в 8 байт. То есть 8 плюс 8 плюс 8. Короче, не буду задерживаться. Есть видос у меня, поэтому я там все подробно рассказываю. Сейчас цель этого видео посмотреть, влияет ли вообще вот это вот все. То есть, Апрагмапак вообще говорит не выравнивать. То есть, размер структуры такой, какой он есть. Это может влиять на производительность, да. Но, если мы передаем данные между программами, которые работают под разными архитектурами, разными операционными системами, то как бы вот это желательно делать. Чтобы данные передавались только то, что мы передали. Ну, поэтому у меня тоже есть видосы. Короче, короче, делаем проверку на то, влияет ли организация вот этих типов данных на производительность. На производительность. Это мы отключим. Уровень оптимизации О0. И бегом, бегом, бегом. Так, а где это? А где это? А, Struct Pragma. Прагма. И давайте, давайте запустим. Запустим. Так. Где у нас тут? Not Optimized, Optimized, Not Optimized, Optimized. А тут что? Ё-моё, чё это всё такое? Ладно, сейчас посмотрим. Так, запускаем силенг. Теперь смотрим. Структура не оптимизирована, оптимизированная. Оптимизированная. Какая разница? Так, давайте посмотрим. Во-первых, что это такое? Тест. Структура не оптимизирована. Ага, здесь у нас есть массив данных с неоптимизированной структурой. И идут обращения ко всем полям. Понятно. Дальше. Структура оптимизирована. Это имеется в виду оптимизированная. Вот. Где данные упорядочены. Да, в правильном порядке. Для того, чтобы это выравнивание, ну, как бы пошло на пользу. То есть, неоптимизированная структура 32 байта. Оптимизированная структура 24 байта. И с Pragma это у нас 20 байт. То есть, у нас тест 1. Вот тест 2. Тест 3 какой? Структура не оптимизирована. И это Pragma. Да, то есть, там где как есть, так есть. Вот. И вот это FFF. Это для того, чтобы запутать компилятор. Просто обрабатываются, ну, вызываются данные. То есть, из этих, берутся данные из этих массивов. Вот. То есть, разобрались. То есть, вот оптимизированная структура. Неоптимизированная. Вот неоптимизированная структура. Вот оптимизированная. Вот с Pragma. А, еще оптимизированная есть с Pragma. Неоптимизированная. И оптимизированная. А в чем оптимизация? А, в том, что с Pragma данные, как попало, расположены. А здесь тоже с Pragma, но данные упорядочены. Вон оно что. Это я делал, просто забыл. Вы это, если что, извините, да? Короче, смотрим. Результат работы. Давайте C-Lang еще раз запустим. Так. Блин, давайте я по два теста сделаю. Так, я по три теста сделал. Сейчас все пересоберем и проверим. Ну, посмотрим, как оно работает. Потому что я на самом деле не знаю. Я проверял на GCC, и оно особо не работало. А сейчас у меня добавилось три компилятора. Поэтому мне самому интересно. Так, структура неоптимизирована. Для C-Lang. Вот так вот данные, в которой неоптимизированы. 60 тысяч, грубо говоря. Тут по 33. Тут по 50. А тут вообще... Вообще... Так, давайте еще раз. Что такие разбросы? Непонятно. Сейчас размер массива я посмотрю. Размер массива 10 тысяч всего лишь. Ой-ой-ой, принт-скрин сделал. Так, о-о-о, теперь нормально. Смотрите, разницы вообще никакой нету. Можно сказать, никакой нету. Разницы. Но это для C-Lang. Давайте для GCC. Для GCC. Так. Ну, для GCC какие-то разбросы есть. Сейчас еще раз запустим. Во. Надо, чтобы оно стабилие. Короче, для GCC тоже разницы вообще нету. Ну, насколько я помню, не было разницы. Я тестировал. И... То есть цель этого видео показать, что... В принципе... По производительности разницы нет. Это может... Влиять на потребляемую память. На размер памяти. Нужный для обработки этих данных. Это да. Это 100%. Потому что 32 байта против 20 байта. Это... Вам скажу себе. Нормальная разница. Но по производительности разницы нет. Вот. Что для Intel компилятора. Что для GCC. Но смотрите. Intel компилятор за какое время? В среднем, да. Там за 39 тысяч наносекунд. А GCC за... Ну, за 43. Intel чуть-чуть быстрее. А C-Langовский, C-Langовский за 3. Ну, короче, C-Lang тут выигрывает. И давайте сейчас... Сейчас это... Это сделаем на уровне оптимизации O2. И все. То есть в целом, если вы хотите сэкономить память, то да, организация данных важна. Если вы хотите передавать данные, упаковывать непосредственно так, как оно есть, то есть куском памяти, да, брать кусок и вот эти куски передавать, то прагму нужно использовать, если вы передаете эти данные, упаковываете и передаете по сети. Потому что так гораздо быстрее срезать данные и отправить, да. Потому что здесь может быть с Linux, программа собранная под Linux с определенными флагами и без прагмы. Это может быть, к примеру, 20 байт, а там собрано под Windows с определенными флагами и там может включено быть выравнивание и там может быть, к примеру, 34 байта. Ну, грубо говоря, да. Это грубо говоря. Соответственно, данные будут различаться. Соответственно, прагма нужна для того, чтобы вот как данные лежат в памяти, так их и брать, да. Не выравнивать ничего. Если тут один байт, значит, тут тоже один байт, тут два байта, тут восемь байт и тут восемь. Вот. Вот. Соответственно, короче, я думаю, вы поняли. Соответственно, нужно заморачиваться над этими прагмами и над выравниванием. Вот. А на производительность, сейчас мы еще раз проверим при уровне компиляции O2, на производительность это никак не влияет. Так, силенг. Так, силенг 20 тысяч. Ну, сейчас надо еще раз запустить, чтобы оно везде все захешировалось и работало одинаково. Ну, что-то долго. Ого-го. Еще раз. Ну, блин, надо, походу, еще раз запускать. Скачки такие интересные. Вроде ничего на фоне не работает, но, но, сами видите результат, да. И третий раз запущу, и все, больше не будет. Так, 19, 19, 19. Да, ну, все захешировало, короче, и все. А не, смотрите, тоже. Ну, в среднем, в среднем, в принципе, скорость одно и та же. В принципе, скорость одно и та же. Разницы нету между оптимизированным. Оптимизированным. Ну, возможно, нету разницы. Так, GCC. Так, у GCC. Ого, 15 тысяч, 76 тысяч, 15, 30. Ай, да. Тут, в среднем, походу, 30 тысяч, наверное, будет результат. 30 тысяч, наверное, секунд. Давайте еще раз запустим. И 3, ну, и еще раз, да. Так, это уровень оптимизации O2. Ну, в целом, в целом, как вы видите, разницы в производительности нету. Поэтому можно не заморачиваться. А вот по памяти, да, по памяти жрет. Тут вопросов нету. По памяти гораздо больше сжирает, чем хотелось бы. Поэтому для Embedded это важно. А для не Embedded, для не Embedded это, в принципе, не важно. Ну, смотрите, Intel'овский так живенько стартанул компилятор. Для Intel'а тоже разницы нет. Уровень оптимизации O2, но, как вы видите, скорость для Intel'овского компилятора как-то получше работает, да. Смотри, по 15 тысяч. В среднем у C-Lang'а было 32. 30, 30 C-Lang'а. CCC вот тоже скакала в районе, в районе даже ближе к 20, наверное, туда-сюда. А у Intel'а, Intel'а в этом случае, смотрите, отрабатывает лучше всех. Ну, сказал и сглазил, да. Сглазил. Короче, видите, все одинаково. Думаю, можно заканчивать. Не заморачивайтесь. Если у вас Embedded, то заморачивайтесь. Если не Embedded, то все нормально и так. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok